Добрый день, дорогие участники, педагоги, гости! Мы рады всех приветствовать в нашем зале. За окном осень, октябрь уж наступил. Уж роща отрехает последние листы своих ветвей. Дохнул осень нехладно, дорога промерзает, Журча бежит за мельницу ручей, но пруд еще застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, И страж ждут озими от бешеной забавы, И будет лазь собак, уснувшие дубравы. Конечно же, вы узнали автора этих строк великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Осень и Пушкин неразрывно связаны между собой. Это любимое время года поэта, ставшее источником его вдохновения. И для нас осень – это очень важное время года, Потому что именно осенью мы отмечаем с вами день лицеиста, Который непосредственно связан опять-таки с именем Александра Сергеевича Пушкина, Который был в числе первых выпускников Царско-сельского лицея. Ну а в нашей школе, кроме дня лицеиста, Именно в октябре проходит ежегодный традиционный конкурс чтецов «Живое слово». И сегодня в зале собрались финалисты школьного этапа конкурса. То есть вас выбрали, вы лучший из лучших в своем классе, среди параллелей. Поэтому ваша задача – оправдать нам, возложенную на вас ответственность, быть лучшими. Я уверена, что так и будет. Каждый из вас уже победитель, потому что вы сегодня будете выступать на этой сцене. Приятно отметить, что наш конкурс привлекает не только учащихся, но и учителей. И сегодня у нас обещанный сюрприз. Наш конкурс открывает приглашенный гость. Хотя, какой же он гость? Это всем вам хорошо знакомый, уважаемый и любимый учитель испанского языка, сеньор Хесос Родригес. Какие молодцы! Как тепло вас приветствуют! Дай предоставляем вам слово. Несмотря на то, что сейчас осень, я буду подарить вам чуть-чуть продолжение лета. Потому что испанка – это прежде всего летом, правильно? Да или нет? Ай, 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 corazón малерий, corazón малерий, corazón малерий, Это маленькое выступление. Я буду вас считать сегодня. Это маленькое выступление Федерико Гарсиа Лорка. Сначала мы будем говорить, что такое Федерико Гарсиа Лорка. Это величайший, один из величайших поэтов – Испания. Он родился в Граната. Граната – это соленый город для нас. Ну, в большом мире это известно. Это был последний оплот мусульман в Испании. Долго, в восемь веков, христиане завоевали Испанию. И последний оплот был Граната. Граната – это, конечно, еще город очень красивый. Вы поедете, и вы не дадите мне брат. Почему? Потому что это сочетание в горах и море. Представляете себе? Граната. Там в Гранатах есть город. Называется Сьерра-Невада. И переводится «Снежная гора». Там снег всегда, то есть круглый год. Там горноличный курорт очень элитный. То есть для избранный. Для нас нет. Туда не пускают. Но это очень хорошо, потому что… Ну, образно я говорю. Можно… Но это очень схема. Бывает. Вот, можно будет смотреть. Ну, как бы будет. Но, когда вы говорите, в основном этой работе не было вот так, но, на самом деле, как я не могу, я успею, не могу. Но он начинал, как я могу. И еще, и вы пока минуту, я не могу. И это очень редкое явление. Он был однокурсен. Вы не представляете? Вы не представляете самого Пикассо? Далее еще великой режиссер Буниуэль. Сочинение убили и до сих пор не могут. То есть могилы у него нет. Потому что не могли найти. Это тоже очень редко, когда четыре гения. И мы говорим, никто не сомневает, что Пикассо гений. Правильно? И никто не сомневает, что стали гением. И никто не сомневает, что я гений. Это очень редкие явления. Сочинение гений. Ушили место. И далее, конечно, в Испании очень огромная известность. Я хочу сказать, что Федерико Гарсио Лорко, помимо величайших поэтов, он был величайший драматург. Когда я дающийся для девушек, он был величайшим. И ещё было они релизом. Так, это что? Это очень интересная мелодия. Я буду под этой музыкой считать это маленькое стихотворение, посвященное гитару. А что такое гитару для испанцев? Это как колбаса для русского. Это воплощение. То есть посмотрите, у нас конечно есть стереотип. Вы думаете, что мы всегда очень висели, у нас феста и съеста, правильно? Полная феста, но это манжель. Гитара, когда остается одна, она в глубокой ночи, она начинает защитить свою собственную жизнь, грусть, всякие проблемы. Гитария на плаще. Как душа и на это плаще. Я смотрю, это очень приятный, на публику. Очень счастливая. Гитария на плаще. Гитара… Se rompen las copas de la madrugada, es inútil callarla, es imposible callarla, llora monótona, como llora el viento. Sobre la nevada, es imposible callarla, llora por cosas lejanas, arena del sur caliente, que pide camellas blancas, es imposible callarla, es imposible callarla. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre las ramas. Oh guitarra, oh guitarra, oh guitarra, corazón malherido por cinco espadas. Corazón malherido, corazón. Corazón malherido, corazón. Por cinco espadas, corazón. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 нашего школьного театра Роткевич Дарья Игоревна. Педагог дополнительного образования, хореограф Телегина Елена Юрьевна. Организатор всех школьных праздников и мероприятий, а также тоже педагог дополнительного образования Светлана Вячеславовна Медведева. И очень скромно в стороне в уголочке сидит председатель жюри, исполнительный директор лингвистической школы Олег Николаевич Бойцов. Ну что ж, все, я думаю, на месте. Участники на месте, жюри на месте. И теперь торжественно объявляю ежегодный конкурс чтецов «Живое слово» открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Право быть первой, первым или первой на этой сцене предоставляется нашей артистке больших и малых театров, которая известна всем своими ролями в театральных представлениях. Это ученица 10-го А-класса, Сахарук Арина. Арина хотела нам прочитать сегодня произведение известной писательницы Мариам Петросян. Но она изменила свой выбор. Изменила, можно сказать, в последний момент. Потому что произведение другого автора захватило ее настолько, что она хотела поделиться своими впечатлениями с вами. И сегодня Арина прочтет произведение всем хорошо знакомой поэтессы Марины Ивановны Цветаевны. Сахарук Арина Евгеньевна, 10-й класс. Марина Цветаева, «Повесть о Сонечке». Марина Цветаевна, «Повесть о Сонечке», «Повесть о Сонечке». Марина Цветаевна, 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 «Повесть о Сонечке». Те, кто не любят, они же сами не любят. Как будто бы дело в том, что тебя не любит другой человек, видите ли. Нет, ну я, конечно, ничего не говорю, ну как об стену горох. Хотя, знаете, нет такой стены, которую я бы не пробила. А вы замечали, что все они, даже самые целующие, даже самые любящие, так боятся сказать это слово. Мне один объяснял, что эта группа отстала, что зачем слова, когда есть дела, поцелуи и так далее, а я ему нет словом. Нет, делом ты еще ничего не доказываешь, а словом все. Мне же, мне же ведь только это от человека и нужно. Люблю и больше ничего. Пусть потом, как угодно не любит, что угодно делает, я делам не поверю. А слово уже было сказано, оно запечатано. Я же, я же только этим словом и кормилась. От того так отыщула. Какие они скупые, расчетливые, опасливые. Мне иногда хочется сказать, ну ты только скажи, я же проверять не буду. Они не говорят, не говорят, потому что сказать это жениться, связаться не развязаться. Если я первым скажу, я первым уже никогда не смогу уйти. А они вторым не говорят, не которыми. Как будто бы от меня можно еще не первым уйти. Да, поверила. Я в своей жизни никогда первой не уходила. И сколько мне еще пол дат прожить, первой не уйду. Я, я... Я просто не могу. Я же... Да, я делаю все, чтобы ушел другой человек. Потому что мне уйти первой не легче переступить через собственный труп. Какое страшное слово. Труп. Совсем мертвое, безжизненное. Я поняла. Я поняла, это тот мертвец, которого никто никогда не любил. Хотя, хотя, нет, знаете, для меня и такого мертвеца не бывает. Я... Нет. Я и внутри себя никогда не уходила первой. Нет. 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 Я и внутри себя никогда не уходила первой. Я и внутри себя никогда не уходила первой не уйду. Это же... Я... Я... Я всегда... Я всегда любила до последней возможности. До последней капельки любила. Когда... Когда в детстве пьешь, и уж жарко от пустого стакана, Ты все тяришь, тяришь, а чувствуешь только свой пар. Я и в те, которые... Я и сделали... А справедливость справедливостью. Они же Они люди Они не виноваты, что я их больше не люблю Это не вина Это беда Не их вина, а моя беда Это как разбить сервис И злиться, ругаться на него Что он не железный Ребята, в этом году Мы решили немножко изменить Процесс поздравления, награждения Сейчас у нас не награждение победителей Мы хотим поблагодарить каждого из вас За выступление За то, что вы приняли участие в нашем конкурсе И грамотой награждается ученица 10-го класса Сахару Карина За участие в ежегодном конкурсе «Чтецов» Живое слово, посвященном Дню лицевиста Спасибо И, конечно же, памятный подарок Книга, которая тебе пригодится на следующий год Советская классика Автор Воробьев «Убитый под Москвой» Спасибо Мы тоже сражены, я думаю, да? Выступление Марины сражены на повал И, кстати, мы тоже в Москве Поэтому очень созвучно название произведений И то, что сейчас произошло на сцене Переключиться сложно, но нужно Итак, мы отправляемся в мир сказки Куда нас приглашает, конечно же, прекрасная девочка Алиса из Зазеркалья И ученица 5-го Б класса Адарченко Матрона Она прочитает отрывок из произведения Юлиса Кэррол Адарченко Матрона 5-й Б Луис Кэррол Алису Зазеркалья Если и вправду королева Подумала Алиса вслух Со временем я научусь с короной справляться Все было так странно, что она ничуть не удивилась Увидав, что с одной стороны от нее сидит черная королева А с другой белая Ей очень хотелось спросить, как они сюда попали Но она боялась, что это будет неучтиво Подумав еще чуть-чуть, она решила, что может, по крайней мере, спросить Кончилась ли шахматная партия Скажите, пожалуйста, начала она робко взглянув на черную королеву Но черная королева не дала ей договорить Никогда не заговаривай первой, сказала она строго Но если бы все соблюдали это правило Возразила Алиса, готовая всегда немного поспорить И если бы все только и ждали того, чтобы с ними заговорили А все бы тоже ждали Тогда бы никто вообще ничего не говорил И значит, нет, но это просто смешно О, воскликнула черная королева Неужели ты не понимаешь Тут она нахмурилась И почему-то замолчала А подумав с минуты, решительно переменила тему Как ты смела сказать Если и вправду королева Какое ты имеешь право себе так называть Ты не королева, пока не сдашь экзамены на королеву И чем скорее мы начнем, тем лучше Но я ведь всего лишь сказала Если, жалобно проговорила бедная Алиса Две королевы переглянулись И черная королева, переглядывая плечами, произнесла Она говорит, что сказала только если Но ведь она сказала гораздо больше Сказала белая королева Ах, гораздо, гораздо больше Конечно, больше Подержала черная королева белую И повернулась к Алисе Говори только правду Думай, прежде чем что-нибудь сказать И записывай все, что сказала Но я ведь совсем не думала Жалобно произнесла белая Алиса Вот это мне и не нравится Ты должна была подумать Как, по-твоему, нужен кому-нибудь ребенок Который не думает Даже в шутке должна быть какая-нибудь мысль А ребенок, сама подумай Вовсе не шутка Ты нас в этом не разубедишь Как ни старайся Хоть обеими руками Аплодисменты? И так, конечно же Мы благодарим и Матрону За ее прекрасное выступление За участие в нашем конкурсе Встречу Вручаем Матрону два Матрона И памятный подарок Книжечку Питер Фенн Подождите, пожалуйста, встань Рубненько, как держи Все запомните, что нужно делать Мы позируем Вчера была, будет показ Вот Все учились Все мы на Матрону Идем, что смотрим Встанем красивым Настоящая Алиса Настоящая Зазеркалья не хватает Хотя, ну, тоже, вон там Зеркало у нас рядом Все, спасибо большое Присаживайся Ребят, мы продолжаем И, конечно, сегодня у нас будет еще Очень много интересных историй О мальчиках и девочках И сейчас мы еще одну историю с вами услышим В исполнении ученицы пятого Б-класса Степановой Владиславы Разведение называется Балкушка И я для себя открыла этого автора Автор Морис Глайцман Слышали о таком? И я тоже, нет Австралийский Австралийский Детский писатель И, что удивительно, все его книги Написаны в юмористическом ключе На серьезные темы Послушаем Степановой Владислава Пятый Б-класс Ближе чуть-чуть Морис Глайцман Волтушка Дура, я дура Никогда бы не подумала, что себе такое скажу Но после всего, что я тут натворила Первый день новой школе И сразу все на смарку Два часа назад Когда только ходила в школьный двор Солнышко сияло И птички пели Но в животе, конечно Булком от страха величиной стасманию Но в остальном Жизнь была прекрасна И вот я сижу Заперти в стену в шкафу Кроме меня Тут появится точка Пачка экстренационных работ И, судя по запу Прошлогодний бутерброд с сыром Бедные исчерканные листочки Бедный ископаемый бутербродик Никому-то вы не нужны А я и подавно Хоть бы эти учителя Перестали кричать и спрятать, чтобы я вышла Не хочу уходить Хочу сидеть тут в тимонте С моим верным другом Бутербродиком Ну вот Теперь мисс Данин Пытается открыть замок ножом Другая учительница Не хочет, чтобы она порезалась А директор беспокоится Что сломается казенный ножик Я тоже не хочу, чтобы мисс Данин Порезалась Она-то и была Так добра ко мне утром Когда я утром вошла в класс У меня все поджимки Дрожали, как телеграфные провода А ребята так на меня уставились Вот я их вообще не понимаю Мы сюда уже как неделю назад переехали И нет, я знала в лицо Они все равно тарачились В этих маленьких городишках И поглазеть-то ненагого Только новички, которые еще не освоились И старички вон сидят слюни пускают Вот и все местные отвлечения Но мисс Данин держалась молодцом Она сказала, чтобы на меня так не тарачились А хоть позабыли свои хорошие манеры дома То она сама лично даст им бенка Все засмеялись Мисс Данин увидела у меня письма Которые у нас папа вчера умножили на ксероксе И сказала, что просто отличная идея Как пить за микроволновки И решила мне их раздать Я смотрела, как весь класс читает мое письмо И волновалась Мне-то оно нравилось А понравилось ли оно другим Здравствуйте, говорилось в письме Меня зовут Равена Бетс Говорить я не могу Но это ничего страшного Мы с вами все равно подружимся Ведь я умею писать, рисовать, мотать головой Можете нос, покажете пальцы И еще не умею разговаривать На языке глухонемых Раньше я училась в специальной школе Но, к сожалению, правительство ее закрыло Вы уже заметили, что разговаривать как нормальный человек Я не могу Просто у меня что-то по-моему не хватает в гортании Но не волнуйтесь, шея у меня не дырявая И не протекает А так я вообще нормальный человек Я люблю читать книжки, смотреть телек И водить папин трактор Надеюсь, что мы с вами подружимся Искренне ваша Равена Бетсу Спасибо! Молодец! Молодец, Владислава! И, конечно же, Владиславу мы награждаем грамотой За участие в ежегодном конкурсе чтецов «Живое слово» И прекрасной книжечкой Аппитеркой! Да, кажется, лето было вот совсем недавно Мы наслаждались солнцем, теплом, морем, светом Зарядились на целый год Но все равно этого не хватает Как хочется поделиться сейчас, да Своими впечатлениями о летних каникулах Но такая возможность предоставляется только сейчас Ученице пятого Б-класса Наролиной Марии Которая прочитает нам отрывок из произведения Тамары Михеевой «Асина лето» Приглашаем Марию на сцену Наролина Мария, пятая Б-класса Асина лето Ну что за мучение? Думала опять и опять Ася Ну нет, чтобы просто как-нибудь Маша Или Настя Ну или Аня, Даша, Лиза Ну нет, сейчас опять же поднаберутся Ух, шестого Просковья Ася встала Это я, но можно просто Ася На нее сразу все посмотрели На нее всегда все смотрят Стоит только представиться Класс у них пять Наст, четыре Саши Три Лиза и три Полина А Просковья на всю школу одна Здесь в лагере полегче Здесь, говорят, даже две Глафиры есть И в отряде семена им поинтереснее Но Просковья все равно одна Может быть, это и неплохо, когда на тебя обращают внимание Стоит только представиться Тем более, обращать внимание Больше-то было и не на что Я чувствую, что Просковья простая И в глубине души она свою любила Но сколько из-за него проблем Ведь всем и каждым приходится объяснять Что Просковья сокращена Паша А поскольку Паша уж слишком мужское имя То мама придумала назвать ее просто Ася С этого момента она так и представляется Шестого Просковья можно просто Ася Многим казалось, что эта фраза высокомерная А Асю задавала и воображала Хорошо, Ася, будем называть тебя Хорошо, Просковья, будем называть тебя Асей А коса у тебя какая? Вожатая Лена всегда умела обращать внимание на особенности детей Правда, не у всех эти особенности можно было заметить Но тут, слава Богу, все в порядке У девочки и коса, и имя Да, коса у Просковья такая Даже слов нету какая Длинная, по пояс И не какая-нибудь жизненькая, а густая Но шириной с мужскому руку Красивая И сказал дном сева, прячась с прапрадедом В ветвях дуба Да, скажем, выдохнул прапрадедушка старый дном И сказал Тут дело даже не в косе, понимаешь? Угу, ответил дном сева Он не совсем понимал, но чувствовал Вон еще одна девочка А коса длиннее Просковьиной Неправдоподобно золотого цвета И глаза ярко-голубые на полица А ресницы длинно-черные Но все равно что-то не то И к вам Сева продолжал смотреть на Просковье Спасибо, поприветствуем участницу И благодарим Машечку за участие в ежегодном конкурсе штыцов Грамоты награждаем И памятный подарок Приходите нам на следующий Продолжаем наш конкурс На сцену приглашается ученица шестого А-класса Дармова София Которая прочитает историю из жизни одной девочки Автор текста Мария Метлицкая Российская писательница Автор десятка детских книг Услышим отрывок из произведения Дармова София, шестой А Мария Метлицкая, уроки музы, отрывок Итак, было куплено пианино Громоздкое, ставшее сразу каким-то нелепым предметом В нашей весовой маленькой комнате Еще остро пахнущее деревом лаком Это пианино было в рассрочку И мои бедные родители Видно надеялись на уютные семейные вечера Когда милая дочь с косой Подкрутит черный круглый металлический стул И расправив на колени складки Опустит руки на клавиши Пианино вызвал у меня Мимолетный, сиюминутный интерес Пальцем по блестящим клавишам Да и бог с ним, я ушла читать Это не требовало никаких усилий и труда Это просто было абсолютным счастьем Всегда и до сей поры Вскоре через бабушки на знакомых Была найдена учительница Конечно же частная Жившая недалеко В районе Боткинской больницы На просмотр мы поехали с моей героической бабушкой Дом был солидный Сталинский, пожалуй Единственное положительное, что оставил После себя этот изувьер Дверь открыла высокая, хорошо пахнущая дама В брюках и шелковой шелковой кофте с драконами Суха кинула и предложила нам войти Комната была, по всей видимости, гостиной В ней стояли красивые кресла в синей бархатной обивке У них, наверное, было так уютно сидеть С холодными зимними вечерами Еще там стоял круглый стол с резными ножками Думаю, они были сделаны на заказ Небольшое фортепиано Думаю, за ним эта дама проводила Больше всего своего времени И, наконец, большой пузатый сервант С бархатной обивкой внутри Кого там только не было И дамочки в шляпках с кавалерами И те же дамочки, но уже с собачками на поводках И пастушки с тонкими свирельками И стройные скрипачи, нажавшие скрипку к щеке И балерины в полупрозрачных пачках Это был целый дивный мир Не веданный мной раньше Нравится? Спросила у меня дама Я сглотнула сыну И кивнула Что ж, к делу, сказала она И жестом пригласила меня к роялю Итак, зовут меня Муза Александровна Вам подходит это имя? Дрогнувшим от волнения голосом Вякнула я Затем-то она игрывала Вполне простые мелодии И просила меня их повторить Стучала крепким пальцем по крышке рояля И вновь просила повторить такты Затем тяжело вздохнула И повернулась к моей бабушке Слуха нет Что-то сказала она Это приговор Вы отказываетесь? Пролепетала бабушка Кто же отказывается от денег? Разумно заметила она Думаю, так и есть В принципе и по сей день И начались мои мучения Два раза в неделю Как отче наш Снятие музыкой я ненавидела А вот встреча с музой Александровной Была почему-то рада Ах, если бы Не надо было играть На зойливые такты и тюды А просто разглядывать Саму хозяйку Необыкновенные кольца на ее руках Дыхать терпкий запах духов и кофе Если бы Через пару лет Я и вовсе научилась Манкировать уроками Придумывая в себе Эдакие вывихи пальцев И растяжение руки В чем мне усердно помогала Моя лучшая подруга Лорка Снятия музыкой длились Наверное, года три А потом мы переехали Ездить на беговую Стало уже несподручно И мои мучения закончились Сами собой Не мучайте ее больше Внятно попросила Муза Александровна Мою бабушку Через несколько лет Через общих знакомых Мы узнали Как нелепо и страшно Погиб муж Музы Александровны Скрипач Большого симфонического оркестра Пол на гастролях в Италии Попросил остановить автобус Вышел Больше его никто не видел Возможно, оступился Но тело не нашли И хранить бедной музе Его не пришлось Осталась она совсем одна Ни детей Ни родни Говорят, до глубокой старости Жила уроками Спасибо Соня, София Наша дорогая София Уже не первый год София на этой сцене И мы рады сегодня Отметить твое участие Награждается грамотой Ученица 6-го А-класса Для участия Ежегодный фокус И памятный подарок Книга Автор Анатолий Рыбаков Бронзовая птица Рекомендую почитать Пятиклассникам Шестиклассникам И даже семиклассникам Продолжаем Продолжаем И на сцену Приглашается наш Постоянный участник Которому еще не покорилась Сцена школьная Но я думаю, что у него все впереди И в этом году он обязательно Одержит победу Ученик 7-го А-класса Синдор Михаил Михаил прочтет отрывок Из произведения Джерома Капки Джерома Трое в лодке Не считая собаки Сизов Михаил Седьмой А-класс Джером Клапка Джером Отрывок из пояса Трое в лодке Не считая собаки В этом весь Гайрис Он охотно берет самое тяжелое бремя на себя И безропотно взваливает его на чужие плечи Он всегда приводит мне на память Моего бедного дядюшку Поджера Ручаюсь, что вы в жизни не видывали Такой кучельмы Какая поднималась в доме Когда дядя Поджер Брался сделать что-нибудь по хозяйству Например, приводят от Стелера картину в Новый Ран И пока ее не повесили Примеривают к стене столовой И дядюшка Поджер спрашивает Что с ней делать? Дядюшка Поджер отвечает ей Ну, пусть никто об этом не беспокоится Пусть никто Слышите? Никто не подумает никого нанимать Я все сделаю сам Тут он снимает пиджак И принимается за работу Первым делом он посылает горничную Купить на шесть пенсов гвоздей Затем посылает следом из ней За ней одного из мальчиков Чтобы передать, какого размера должны быть гвозди С этого момента он берется за дело всерьез Пока не ставит на ноги весь дом Ну-ка, Уилл, кричит он Разыщи молоток Том, тащи линейку Дайте-ка сюда стул и стремянку Эй, Джинс, бегай к мистеру Голузу И перед нами ему Папа, мол, вам кланяется Спрашивает, как ваша нога И просит одолжить ему ватерпасс А ты, Мария, никуда не уходи Надо, чтобы кто-нибудь мне посвятил Когда вернется горничная Пусть она снова сбегает И купит моток шнура А, Том, где же Том? Иди-ка сюда Том, ты подашь мне картину Тут он поднимает картину И роняет ее И она вылетает из рамы Он пытается спасти стекло Порезав при этом руку И он начинает метаться по комнате В поисках своего носового платка Носового платка он найти не может Потому что он в кармане пиджака А куда он девал пиджак Он не знает И все домашние должны просить Поиски инструментов И заняться поисками пиджака В то время как сам герой Пляшет по комнате И путается у всех под ногами И вот дядюшка Поджир встает со скула И видит, что он сидел на пиджаке И провозглашает Ладно, хватит вам суетиться Я сам его нашел Нечего было и связываться с вами Я с тем же успехом мог доверить поиски Нашему коту Ну вот, наконец, перевязан палец Добыто новое стекло И дядюшка Поджир снова принимается за работу Все семейство выстраивается вокруг стула В том числе даже горничная и подемщица Готовы броситься ему на помощь Двоим поручается держать стул Третий помогает дяде влезть Четвертый подает ему гвозди А пятый протягивает молоток Дядя берет гвоздь и ромяет его Ну вот, говорит он оскорбленный тон Теперь потерялся гвоздь И всем нам не остается ничего другого Как опуститься на колени И ползать в поисках гвоздя Вот, наконец, мы находим гвоздь Но тут, оказывается, что потерялся Молоток О, Господи, Боже мой, где молоток? Семеро Олгов стоит тут И никто не знает, куда дел молоток Вот, мы находим молоток Теперь оказывается, что дядя потерял отметку Сделанную на стене Куда надо пить гвоздь И он зовет каждого помочь ему ее найти Каждый влезает на стул Находит отметку в другом месте Дядюшка позже обзывает нас всех по очереди Болванами и сгоняет со стула Вот, наконец, он решил все померить заново И оказывается, что ему надо разделить Расстояние в 31,3 дюйма пополам Он пытается делить в уме Но у него ум заходит за разом И каждый из нас пытается делить в уме И у всех нас получаются разные ответы И мы издеваемся друг над другом В перебранке мы забываем делимое И дядюшке приходится мерить снова Теперь он пытается сделать это с помощью шнура И в самый ответственный момент Когда этот старый бурень наклоняется Под углом в 45 градусов к плоскости стула Пытаясь дотянуться до точки Расположенной ровно на 3 дюйма дальше Чем та, до какой он может дотянуться Шнур соскальзывается И он обрушивается на фортепиано Причем внезапность, с какой его голова И все тело попадают на клавиатуру Производят невообразимый музыкальный эффект Тетушка Мария кротко выражает Говорит, что детям неприлично Оставаться здесь и слушать такие выражения Ну вот, дядюшка с трудом поднимается В итоге находит нужную отметку Наставляет левой рукой на нее гвоздь Вправую берет молоток И первым ударом расшибает себе большой палец Левой руки И своприм роняет молоток кому-то на ногу Тетушка Мария кротко выражает надежду Что в следующий раз, когда дядя Ходжер Надумает вбивать гвоздь стену Он предупредит ее об этом За полковременно, чтобы она смогла Уложиться и съездить на недельку В гости к своей матери Уж эти женщины, они вечно поднимают шум Из-за какой-то ерунды А мне вот нравятся такие дела Приятно изредка поработать руками При втором ударе Весь гвоздь и половина молотка В придачу уходят в штукатурку И дядя Ходжера по инерции бросает в стену С такой силой, что нос его чуть не превращается в лепешку И вот он и нам снова приходится искать инструменты Линейку, веревку, шнур И на стене появляется новая дыра И вот наконец-то К полуночи картина водружена на место Правда очень криво и ненадежно И все в доме издерганы И валятся с ног все Кроме дядюшки Поджера Ну вот и все, говорит он Грузно спрагивая на мозоль Поденщицы И взирая Произведенный им разгром А другой Еще бы подумал Кого-нибудь нанимать Для такого пустяка Когда Гаррис достигнет почтенного возраста Он будет точь-в-точь, как дядюшка Поджер Я так ему и сказал И добавил Что не допущу, чтобы он вважал на себя так много работы АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ты большой молодец И хочется поблагодарить тебя За участие в нашем конкурсе За преданность нашему конкурсу И, конечно, мы тебе пожелаем только победы А памятный подарок для тебя Произведение Фёдора Михайловича Достоевского Победные люди АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так выступил Миша, торжественно прошагал И стремительно набирает обороты наш конкурс Дорогие участники, члены жюри Как вы думаете, есть ли лекарства от послушности? Вы не ослышались Да-да, именно лекарства от послушности Как вы считаете, есть или нет лекарства от послушности? Есть Есть Вот я раньше думала, что нет А сейчас я поняла, что есть И вы подтвердили мои догадки Тем более, что есть произведение Которое так и называется Лекарства от послушности Автор произведения Ксения Драгунская А прочитает нам это произведение Ученица 6-го Б-класса Горшкова Варвара АПЛОДИСМЕНТЫ Сама Варвара очень послушная Но всем дает советы, да? Как быть непослушной? Или я ошибаюсь? Сейчас узнаем Горшкова Варвара, 6-й Б-класс Ксения Драгунская Лекарства от послушности Однажды в июне В сумерках После дождя Когда всюду тепло И туман И немножко грустно В лесу Под маленькими елочками Там, где мох Завелся гномик Но ведь уже давно известно То, что гномики Заводятся сами по себе От тепла Сумерек Дождя Моха И грусти Об этом даже писали В журнале Волшебные известия За позапрошлый год Там так и было написано По-научному Тепло Плюс грусть Плюс мох Плюс Плюс сумерки Равно гном Только не пытайтесь Завести гномика У себя дома Вот, например Мой Очень хороший знакомый Андрей Владимирович Как-то попробовал Набрал бы Шоу Кошка Моха Большую банку Дома Она насобирала Сел в сумерках В теплой комнате И начал грустить Думаете, у него Получился гномик? Ха-ха Вот и нет У него получились грибы Самые обыкновенные Разноцветные сыроежки Но как только он их помыл И уже собирался Варить Как тут сыроежки Смеялись И убежали Так вот Однажды В июне В сумерках После дождя Когда всюду Тепло и туман И немножко грустно В лесу Под маленькими елочками Там, где мог Завелся гномик Подожду Может быть Еще кто-нибудь Заведется Решил он И сел на пенек Только никто И не появлялся Значит, я завелся И сел на пенеке 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 Не знал Не знал, как их вылечить Дело в том Что лекарство От непослушности У него уже было А от послушности Еще не было Вот он и загрустил И даже задумался Вот бы чудо Произошло Какое-нибудь Общество И от этого Его большого хотения Завелся гномик Вот так Все просто Нужно только Пожелать Да И появится гномик А мы желаем Конечно же Варваре Только победы Но Сейчас Мы поздравляем Вареньку За участие И животным Курсички Мы благодарим Варю За то Что она Постоянный Участник конкурса Я думаю Что она принимала Участие В начальной школе И вот она уже Шестиклассница И все время С нами Спасибо тебе большое И Памятный подарок Произведение Джета Голдена Спасибо Аплодируем Спасибо 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 Продолжаем Вы наверняка Знаете Что о школьной жизни Написано Очень Много Историй Об учениках Об учителях Но сейчас Мы услышим Еще одну историю Которую Расскажет нам Ученица Шестого А-класса Никитина Ясных Она Прочитает Произведение Дорога Уходит Вдаль Александра Бруштей Автор Произведения Надо Немножко Сказать Об Александре Бруштей Дело В том Что Ее Называют Загадкой Двадцатого Века Своё Самое Известное Произведение Дорога Уходит Вдаль Она Написала В семьдесят Пять лет Будучи Уже Глухой И почти Слепой Но не Потеряла Веру В лучшее Поэтому Своими Переживаниями Впечатлениями Конечно же Она поделилась В своей Книге Итак Александра Бруштей Дорога Уходит Вдаль Но самое Главное Читает Ученица Шестого А-класса Никитина Ясна Никитина Ясна Шестой А-класс Александра Бруштей Дорога Уходит Вдаль Чтобы я не забыла Немецкого языка Ко мне ежедневно Приходит Фрейлин Эмма Презид С первого взгляда Мне кажется Она похожа На плотно Забитый ящик Гладкие стенки Крепко Приколоченные Планки Ничего не видно В пустых Серых глазах Улыбаться Фрейлин Эмма По-видимому Не умеет Или не любит Руки у нее Неласковые Как палки Она монотонно В одну дуду Диктует Мне на немецком Собака Лает Кошка Ловит Мышей Пчела Жужжит Роза Благоухает Это Очень скучно После каждой фразы Фрейлин Эмма Говорит Непонятное Для меня Слово Пукт Мы Учимся Читать Пукт Моего Маленького Брата Зовут Карл Пукт Я Иду В сад Пукт Я добросовестно Пишу везде Немецкими буквами Это непонятный Пукт Но когда Тиктовка Кончается Оказывается Это слово Произносится Как Пуктум И означает Точка Вошедшая В комнату Мама Весело смеется Над моей Пустотой Но фрейлин Эмма Даже глазом Не моргает Бровью Не шевелит Ей вообще Ничего не смешно Ящик Заколоченный Ящик А не человек Ну вот Однажды Ящик Спрашивает Меня во время Урока А ты Знаешь Что такое Правда Конечно Узнаем Правда Это как-то Говорят то Что есть А не правда Когда придумывают Это с головы Нет Протестует Ящик Такая правда Маленькая Ее можно носить В кармане Как носовой Плато Настоящая правда Как солнце Посмотри По величинным жестам Фрейлин Эмма Показывает мне На небо За окном Вот Что такое Правда Ее не скрыть Она прорвет Сквозь любые Покровы Она прорвет Железо Как кислота Она уничтожит Сожжет Все Что посмеет Стать на ее пути Вот Что такое Правда Батюшки Куда Сделался Ящик Он Он Раскрывается Глаза Фрейлин Эмма Сверкают Они уже Не тускло Серые А карие Я расскажу тебе Про Ивиковых Журавлей Это Балада Шивер Послушай Жил в Греции Поэт Ивик Чудный Поэт Его все Любили Но вот Однажды В глухом Лесу Где не было Ни одного Человека На Ивика Напали Убийцы Раненый Умирающий Ивик Услыхал В небе Крик Журавлей И позвал Вы Журавли Под небесами Я вас Свидетели Зову Да грянет Привлеченный Вами Зевесов Гром На их Главу Ивика Убили Вскоре Люди Нашли Его Труп Никто Не видел Не слыхал Как убивали Ивика Не знал Не мог Назвать Убийц Казалось Правда Навсегда Схоронено В лесу Но вот На большом Народном Празднике Куда стеклось Тысячи людей Отовсюду Под головами Толпы Проплыли Стаю Журавлей Кто-то Из стоящих Людей Шутливо Подменил Своему Товарищу Видишь Ивика В журавле Кто-то Из стоящих Рядом Услыхал Имя Любимого Поэта Ивик Почему Ивик Кто Назвал Это имя У всех Людей Проликнула Мысль Эти люди Знают Что-то Об убийстве Задержите Их Допросите Их К суду И тот Кто молбил Слово И тот Кто им Внимаем Был Убийц Схватили Их Привели К судям И четный Плач Был им Ответом И смерть Была им Приговор Видишь Правда Не осталось Скрыто В лесу Говорит Пролинева Радостно И с торжеством И голос Ее Уже Не скрипит А звенит Правда Прилетела На журавлиных Крыльях Журавли Пропели Правду Людям И в ней Сознался Нечаянно Сам Убийца Вот Что такое Правда Несколько Несколько секунд Фрелинема Молчит А я Гляжу На нее С удивлением И даже С восхищением В заколоченном Ящике Оказался Человек Живой Правдолюбивый И Наверное Хороший Но тут же Фрелинема Гасит Свет В своих Глазах Они Уже Не карие А свинцово-серые Как шляпки Гвоздей Которыми Заколочен Ящик Мне кажется Я даже слышу Щелканье Захлопнувшейся Крышки Заканчиваю урок Фрелинема Говорит мне Прежним Чужим Скрипучим Голосом Отсюда До сюда Списать Письменно Расклонять Слова До Роза Сту До свидания И ящик Уходит Спасибо Спасибо Ника Ой Ясно Я уже Ясно Мы также Благодарим тебя За преданность Нашему конкурсу В прошлом году Ясна была Победителем Школьного конкурса Чтецов В этом году Мы тебе тоже Желаем Только Победы И конечно же Памятный подарок Книга Джек Лондон Белый клуб А сейчас Для встречи С поэтом Драматургом Писателем Оскаром Уайдом Мы отправляемся На машине времени В Ирландию 19 век В исполнении Ученицы 7-го Б-класса Грушевской Ники Прозвучит отрывок Из произведения Портрет Дориана Грея Грушевская Ника 7-й Б-класс Отрывок Из произведения Уаска Валга Портрет Дориана Грея Сознаться Значит ли это Что ему нужно Сознаться в убийстве Прийти с повинной И обречь себя Насмерть Дориана Сохотался Чудовищная идея Впрочем Даже если он Сознается Кто ему поверит От убитого Не осталось И следа Все его вещи Уничтожены Он сам Сжег их в камине Все просто решат Что он сошел с ума А если будет настаивать Его упекут В сумасшедший дом И все же Долг велит Сознаться Пережить Прилюдный позор И прилюдное Женаказание Есть Бог Который велит Людям Сознаться И перед землей И перед небом Что бы он ни делал Ему не очистится Пока он не признается В преступлении В каком таком Преступлении Дориан Пожал плечами Смерть Видела Холлорда Его мало Волновала Он подумал Охоти мертв Да ведь зеркало Его души Ему лжет Самолюбование Лицемерие Любопытство Неужели Только они Стояли За его Самоотречением Должно же Быть Что-то еще По крайней мере Так он считал Хотя Кто знает Нет Ничего другого Не было Девушку он бросил В порыве Самолюбования Маску добродетеля Нацепил Из лицемерия Самоотречением Занялся Из чистого Любопытства Теперь Он это понял Если бы Только не убийство Неужели Оно будет Преследовать Его всю жизнь Неужели Ему вечно Придется Нести Груз Прошлого Если бы Только не оно Может быть Ему стоит Сознаться Ни за что Против него Осталась Только одна Улика Портрет Да Портрет Стал уликой И его Нужно уничтожить К чему Мешали Так он Портрет И принялся Фрэнсис Слуги Дебютант Так Мы продолжаем Новая встреча Кого же мы сейчас Встретим Мистический автор Какие у вас есть При жизни Просвещение Он на меня Пронзительно И спрашивает Ты говори Чё Я говорю Ничего Ты говори Неграмотный Я ему конечно Откочься Дальше Он неграмотный Тут посмотрел Он на меня Еще раз И говорит Ну раз ты Неграмотный Так я тебя Сегодня вечером Отправлю Это тебе не в наказание А пользы Там тебя просвещать будут Спектакль посмотришь Вот тебе и удовольствие А мы как раз Пантелеевым Из нашей роты Нацелились В этот вечер В цирк пойти Я ему и говорю А нельзя Мне товарищ Ванькон В цирк увольнится Вместо театра А он прищурил глаз И спрашивает В цирк Это зачем же такое Ты говоришь Больно занят Научено слона Водить будут Опять же Рыжая Французская борьба Помахал он пальцем Я тебе говорит Покажу слона Незознательный элемент Получай билет И марш Делать нечего Взял я билетик На телефон Тоже неграмотный Получил билет И отправились В первый Советский Театр Нас с Пантелеевым Пропустили беспрепятственно И прямо пролели в партер И посадили во второй ряд Сидим Наконец Стемнело в театре Смотрю Лезет на главное место Огорожено Какой-то В лес Сел и первым делом На себя бонусное отдел Я спрашиваю Пантелеева Он хоть и неграмотный Но все знает Это кто ж такой будет Это Дерек Озиджер Он тут у них Самый главный Серьезный господин А почему же Он за заворотку А потому отвечает Что он тут Александр Грант Гробер Вот он для примера Нам значит и выставляет Почему же Его за заворотом сажают А потому отвечает Что ему так удобнее Оркестром хороводить Ну а дирижер Этот действительно в грамоте Оказался не последний человек Потому Вагера сразу и делает И книжку читает И прутом размахивает А оркестр Нажаривает А тем временем На сцене Видим мы Дым коромыслом Который в пижаках Кавалер А который там В платьях Танцуют Поют Одним словом Старый режим И здесь значит Среди прочих Айфред И оказывается Обратится Мой Влюблен в ту самую Травиату Но только На словах Това всего не объясняет А все пением Все пением Но и она ему тоже В ответ Не выходит так Что не миноват ему Жениться на ней Но только вот Есть у этого Альфреда Папаша По фамилии Любченко Он и шест на сцену Во втором действии Запел И расстроил Свою эту Альфредову Махинацию Женить бы и к черту Альфред устроен Братцы у моих Скандал здоровейнейший Тай трояде своей Обругалый На чем свет стоит При всех Ну да конечно Слезы Шум Скандал Изоболея на чахоткой В четвертом действии Послали конечно За доктором Приходит доктор Подошел к трояде И запел Уфи Папой Давай Пошел Папа Не приятно Вы померете Ну увидит Трояде Делать нечего Приехал Помереть Тут уже пришли Альфред И Любченко Просит ее не помирать Любченко В согласии Свое на свадьбу Дает Дает Но говорит Извините Трояде Не могу Должна помереть Ну и правда Поперя нечего Трояде И померла Трояде Одержант Него закрыл Танц наснял И ушел И все разошлись Только и всего Ну думаю Просветились И будет с нас Вскучная история И говорю Поддели ему Ну поддели Пойда завтра в цирк Ну Прихожу на другой день К мойкому И говорю Позвольте мне товарищ мойком Сегодня вечером Мольница в цирк А он как рыбки Все еще ходит Я в своеме Нет брат Пойдешь сегодня на концерт Завтра я вам всех Драму пошлю Послезавтра опять В оперу Настала неделя просвещения А сатанил я Два слов И спрашиваю Это ж вы Все нашу роду Так гонять будете Зачем Говорит Сев Грамот Так не буду Я вижу Дело табак Думал Думал И придумал Пошел к моимком Позвольте заявить Заявляю Да Позвольте мне В школу Грамоты Улыбнулся Тут моимком И говорит Молодец Записал меня В школу Ну и что вы думаете Походил я в нее И выучили таки И теперь мне Черт не брат Потому что я Грамотный Спасибо Спасибо Да Ну что ли это Булгаков Что-то на него не похоже Да Но мы привыкли Мы привыкли Все таки Воспринимать Булгакова По его произведениям Собачье сердце Роковые яйца Мастер Маргарита А здесь Скажу так Не очень может быть Красиво Зущенко попахивает Да Что-то близкое к этому Что ж Мы награждаем Крылова Матвея За участие В конкурсе Четырцов Живое слово Благодарим В прошлом году Он у нас был В числе победителей И памятный подарок Федор Михайлович Достоевский Бедный вид Так Без классиков Нам не обойтись Без Пушкина Точно Согласны с этим Мы же начали С Пушкина Как его не упомянуть Конечно О нем говорят И даже пишут Современные авторы Ну например Такой автор Как Валентин Юрьевич Постников Детский писатель Обладатель Целого ряда Литературных премий Сейчас мы услышим Рассказ Альда Пушкин В исполнении Ученика Шестого А-класса Попова Матвея Попов Матвей Шестой А-класс Валентин Без Пасняков Альда Пушкин Обычно Я уроки учу Но сегодня Решил Все Баста Больше учить не буду Если что Кто-нибудь выручит Это подскажет Да хоть бы сегодня Колька Громушкин Не выучил А учительница Не заметила И он Пять получил Пять Чем не хуже Лучше я буду Слух тренировать Принял я Твердое решение Забросил учебники И отправился Во двор Учитель Во двор Весь день Гонял мяч Да запускал Воздух Змея с Васькой И вот Наступил Новый день На математике Меня не спросили И на уроке Истории тоже Мне как-то даже Обидно стало Что мне было Слух проверить Хороший он у меня Или не очень Но на последнем уроке Мне все-таки Повезло Марья Ивановна Меня вызвала Оказывается Нам вчера Было задано Выучить наизусть Сказку о царе Салтане Ну Еще конечно Только отрывок Но я его не выучил Ну Вот и отлично Подумаю я Сейчас и проверим Хороший у меня слух Или не очень Выучил? Спросила учительница Выучил? Говорю Выучил А как же иначе? Ну Тогда рассказывай Сказала Марья Ивановна А сама Снала с носа очки И приготовилась Внимательно слушать Она нас Пушкина очень любит Ну Начало я помнил Поэтому с гордостью Выкрикнул Три девицы Под окном Сказал я А сам муж Навострил И стал глазами Страшно Навоочек Вращать Ну Давайте Подсказывайте Быстрее Ты чего Ты чего остановился? Спросила учительница Мы тебя Внимательно Слушаем И тут Слышу Петька Со второй парты Подсказывает Три девицы Под окном Пили фанты Под крыльцом Только я Собрался повторить Как Пф Поперхнулся Какая еще фанта Во времена Пушкина Не было Никакой фанты Не Петь Чё-то тут Напутал И тут Каська Иванова С первой парты Шепчет Три девицы Под окном Били кошку По шмаку Тьфу ты Какая еще кошка Не было Никакой кошки Явто По-моему Животных Любил Не Чё-то тут Не так И Федька Решил Не остаться В стороне Тоже Слово Сказал Три девицы Под окном Съели Лампу С потолком Вот тоже Мне друг Я в беде А он Издевается Я даже Взмок Вот так Мне плохо Стало И тут Светка Пятеркина На весь Класс Сказала Три девицы Под окном Сели В лужу Колышок Весь Класс Захохотал Как сумасшедшие А Марья Ивановна Взяла ручку И громко Объявила Три девицы Под окном Сели Твой Кузневнику И это Была Последняя Подсказка И Такую Пару Мне Влепила Будь Здоров Эх вы Сказал я Ребятам После урока Нормально Подсказывать Не могли А мы И не собирались Сказала Светка Пятеркина Мы С сегодняшнего Дня Решили Бороться Подсказками А А с Завтрашнего Дня Вы Не могли Сдохнул я И попрел Домой Учить Уроки Молодец Прагу После Конкурса Учить Уроки А сейчас Хочется Отметить Твое Яркое Выступление Мы Награждаем Попова Матвея Грамотой За участие В ежегодном Конкурсе Чтецов Живое слово И Памятный Подарок Книга Анатолия Рыбакова Кортик Спасибо Матвея Постоянно Участник Конкурса Чтецов Победитель Прошлого Сезона Но Прошлые Заслуги Остаются В прошлом Мы Сегодня Оцениваем Настоящее Это я так Да Чтобы Регалии Заслуги Не затмили Оценку Этого Выступления Продолжаем Ну У каждого Из вас Есть домашний Питомец Да Любимец Кошечки Собачки О них Можно говорить Бесконечно Как хомячки Конечно Ну Об экзотических Животных Я уже не говорю Мы сегодня О них тоже Услышим Сейчас я хочу Чтобы вы Услышали Историю О пограничной Собаке Звали ее Алый Автор произведения Юрий Коваль На сцену Приглашается Ученица Шестого А-класса Марущенко Кира Молодцы Молодцы Поддерживаем Молодцы Марущенко Кира Шестой А-класс Юрий Коваль Алый Приехал На границу Молодой Бояц По фамилии Кошкин Парень Он был Румяный Веселый Командир Спросил Как фамилия Ёлки-палки Фамилия Это моя Кошкин Сказал Кошкин А при чем Здесь Ёлки-палки Спросил Командир И потом Добавил Отвечает Ясно И толково И никаких Ёлок-палок Вот что Кошкин Продолжал Он Собак Любишь? Товарищ Капитан Отвечал Кошкин Собак Я люблю Не очень Они Меня Кусают Любишь Не любишь А поедешь Ты Кошкин В школу Собачьих Инструкторов Приехал Кошкин В школу Собачьих Инструкторов А по-настоящему Он называется Так Школа Инструкторов Службы Собак Старший Инструктор Сказал Вот тебе Вот тебе Щенок Из этого Щенка Нужно Сделать Настоящую Собаку Что Покусалось? Спросил Кошкин Старший Инструктор Строго Посмотрел На него И ответил Да Кошкин Насмотрел Щенка Щенок Был Небольшой Уши Его Еще Пока Не торчали Они Висели Переломившись Пополам Передумай Ему Имя Сказал Старший Инструктор Оно Должно Быть На Букву А В этом Году Мы Всех Собак Называем На Букву А Абрек Акбар Артур Ашин И так Далее Понял Понял Сказал Кошкин Но По правде Говоря Не понял И Тогда Ему Объяснили Что Каждый Год Пограничники Называют Собак На Какую То Букву Скажешь Только Имя Собаки И Сразу Знаешь Сколько И лет И Когда Она Родилась Ну Ну Подумал Кошкин Здорово Придумано Кошкин Взял Щенка Под Мышку И Понес Его В Казарму Там Он Поставил Его На Пол И Первым Делом Щенок Устроил Большую Лужу Ну И Щенок На Букву А С Тобой Не Соскучишься Сказал Кошкин Щенок На Это Конечно Ничего Не Ответил Но После Того Как Кошкин Потыкал Его Носом Лужу Кошкин Намотал На Ус Вытерев Нос Щенку Специальной Дрянкой Кошкин Стал Думать Как же Назвать Этого Лоботряса На Букву А Значит Арбуз Не годится Огурец Нет Постой Огурец На Букву О Ну И Задал Ты Мне Задачу Сказал Кошкин Он Долго Думал И Перебирал Голове Все Слова На Букву А И Наконец Он Придумал Ему Имя И Даже Засмеялся От Довольствия Имя Получилось Такое Алый Почему Алый Удивлялись Пограничники Он Серый Весь Даже Черный Погодите Погодите Отвечал Кошкин Вот Он Высунет Язык Сразу Поймете Почему Он Алый Спасибо Спасибо Кирочка Спасибо Большое И Тоже Хочу Сказать Кира Постоянная Участница Конкурса Чтецов Всегда Подходит Творческих Выступлений Мы Вручаем Тебе Грамоту За участие В конкурсе И Памятный Подарок Хочет Автор Анатолия Работок Да Интересно Слушать Рассказы О животных Но Собаке Понятно А как же Экзотические Животные Я же Обещала Что О них Тоже Пойдет Речь И сейчас Мы Услышим Историю О мальчике Коте И Мангусте Знаем такое Животное Мангуст Итак Мальчик Кот И Мангуст Правда Рассказ Называется Мангуста Автор Рассказа Борис Житков А исполнит Нам это Произведение Ученик Пятого А-класса Вакуленко Александр Пятый А-класс Борис Житков Мангуста Я Очень хотел Что у меня Была Настоящая Живая Мангуста Своя Собственная И я Бешил Когда наш пароход Придет на остров Сейлон Я куплю себе Мангусту И отдам Все деньги Сколько Не спросят И вот Наш пароход У острова Сейлон И вдруг К нам На пароход Приходит Черный Человек Тамочные Люди Все Черные Все Товарищи Обступили Его Толпятся Смеются Шумят И кто-то Крикнул Мангусты Я Бросился Всех Настолкал И вижу У черного Человека В руках Клетка А в ней Серые Зверьки Я так Боялся Чтобы кто-нибудь Не перехватил Что закричал Этому Человеку Прямо В лицо Сколько Он даже Испугался Сначала Так Я крикнул Потом Понял Показал Три пальца И сумел Мне в руки Клетку Значит Всего Три рубля И с клеткой Вместе И не одна А две Мангусты Я Сейчас же Расплатился И перевел Дух Я Совсем Запыхался От радости Так Обрался Что Забыл Спросить У этого Черного Человека Кусаются Мангусты Или нет Ручные Они Или дикие Чем Кормить Мангусты Я Решил Сам Узнать Кусаются Мангусты Или нет Я Просуну Палец Через Прусья Клетки И Просунуть Таня Успел Как уж Слышу Готово Мой Палец Схватили Схватили Маленькие Лапки Быстрые Царапки С Ноготками Быстро Быстро Кусает Меня Мангуста За палец Но Совсем Не больно Это Она нарочно Так играется На пароходе У нас был Свой Давношний Хозяин На палубе Нет Не капитан А кот Громадный Откормленный В медном Ошейнике Он Важно Ходил По палубе Когда Было Сухо Сухо Было И в этот День И солнце Поднялось Над Самой Мачтой Кот Вышел С кухни Поглядел Все ли В порядке Он Увидел Мангусту И быстро Пошел А потом Начал Осторожно Красться Кот Шел По железной Трубе Труба Тьмелась По палубе Как раз У этой Трубы Суетилась Мангуста Она Как будто Не видела Кота А кот Был уже Совсем Над Нею Ему Осталось Только Протянуть Лапу Чтобы Вцепиться Котя Ей В спину Я Сразу Собор Кот Протянул Лапу В этот Зимик Мангуста Просунула Голову Межзадних Лап Разину Опасть Громко Карпнула А хвост Громадный Пушистый Хвост Поставила Вверх Столбом И он Стал Как Ламповый Ёжик Что стекла Чистит В одно Мгновение Мангуста Обернулась В непонятное Невиданное Чудовище Кота Отбросила Назад Как Откаленного Железа Он Сразу Повернул И задрав Хвост Палкой Понесся Прочь Без оглядки А Мангуста Как ни в чем Не бывало Снова Суетилась И что-то Разникло На палубе С тех пор Красавца Кота Редко Кто видел Мангуста На палубе Кота И не Сыщищ Спасибо Заслужено Благодарим Вакулинка Александра За участие В ежегодном Конкурсе Чтецов И вручаем Нашу Гранту А также Памятный Подарок Книга Под названием Питер Пэнт Приходи Ну а ты еще Ну ты был Не первый раз Мы это знаем Конечно Саша Приходи Расскажешь еще О каком-нибудь Экзотическом Животном А может быть И не только О животном Люди тоже Экзотические Животные Если так Можно сказать Ну давайте О серьезном Наш конкурс Продолжается На сцену Приглашается Ученица Шестого Акласса Ануфриева Виктория Сокрыстом Из романа Молодая Гвардия Роман Написан На основе Реальных событий Произошедших В годы Великой Отечественной Войны Ануфриева Виктория Шестой А Александр Фадеев Молодая Гвардия Руки Матери Сейчас Можно Выдохнуть Мама Я помню Руки твои С того Самого Мгновения Как я стала Осознавать себя На свете Летом Я всегда Покрывал Загар Он был Такой Нежный Ровный Только Чуть Чуть Темнее На Живочках А в Темной Живочке С того Самого Мгновения Как я стала Осознавать себя И до Последней Минуты Как ты Тихо Последний Раз Пошел Моговую На грудь Провожав Тяжелый Путь Жизни Я всегда Помню Руки В твоей Работе Я помню Как они Сновали В малей Пене Стираемые Простынки Когда эти Простынки Были еще Так малы Что Походили На пеленки И помню И помню Но больше Больше всего На веки Вечер Запомнила Я Как нежно Гладили Они Руки Твои Такие Шершавые И нежные И прохладные Как они Гладили Мои волосы И шею И грудь Когда я В его сознании Лежала В постели Мама Тяжело Ребят Давайте Поддержим Вику Очень проникаемый Отрывок Выбрала Вика В этом году Не уходи Солнце Мое О маме Без слез Говорить Нельзя Очень трудно У каждого Из нас Наворачиваются Слезы Поэтому Мы обязательно Услышим Вику В другой раз Когда она Соберется И Покоится А сейчас Эмоции Захлестывают Поэтому Нам остается Только Поблагодарить Вику За Участие В нашем Конкурсе Чтецов В прошлом году Вика была Победительницей Финалисткой Победительницей Сейчас Мы Вику Благодарим За ее Участие В нашем Конкурсе Желаем Ей Только побед В будущем И Памятный подар Анатолия Рубаков Грозова АПЛОДИСМЕНТЫ На сцену Приглашается Завсегдатой Конкурса Чтецов Лингвистической Школы Один из самых Харизматичных Участников Не побоюсь Победа Ну Сразу Хочу Два слова Пока Настраивает Илья Сказать О Леониде Ингебарве Это Грустный Клоун Как его Прозвали В народе Удивительный Человек В цирковом Искусстве Он произвел Настоящую Революцию Заставил Зрителей И коллег Взглянуть На жанр Клоунады По-иному Взглянуть Серьезно Серьезно То есть Весело О грустном Или Грустно О веселом Итак Илья Готовится Произведение Ингебарова Бой Победа Леонид Ингебаров Бой Победа Я поднялся На помост И перескочил Через канаты Вскинул вверх Голову Навстречу Брохочущему залу Через Несколько минут Гонок Бой Белый Квадрат ринга Три ряда Канатов Стена Самая непроходимая Пока решится Победа Или поражение Четыре угла Но и в них нет спасения Ты уйдешь В угол Если выиграешь Или проиграешь А сейчас бой там На середине Победа тоже там Или поражение Нужно доказать И принять бой Но в голове Это засел Проклятый вопрос Да Или нет Люди создали Много ловушек Огороженных Разными Канадами Непроходимыми Стенами И рвами Где решается Победа Или поражение Пусть так Я-то всегда Любил свет В центре ринга Самый яркий На свете Любил бой Вот сейчас Я встану Из-за благ И брошусь В центр Что там Где бой Еще раз Спытать себя И судьбу И пусть трудно Безумно трудно Сегодня выиграть Пусть будет Бой И свет И это и самое главное Даже важнее победы Но я верю Что выиграю Только вот потом Будет трудно Себе признаваться Что одной победы В жизни Стало меньше Гонг Бой Раз Два Отсчитывал секунду Судья Поднося Раскопыленные пальцы К лицу Олега Как удары сердца Звучала стрелка метронома На весь огромный зал Усиленная Мучными микрофонами Еще лишь Десять ударов И твое сердце Бойца Будет остановлено Бестрастными судьями А ему Сердцу Так хочется Биться И победить Но сейчас Сейчас оно обнажено И весь зал Притаивший слушает Выживет Или нет Четыре Пять Олег Привстал на колено Мир перестал Кружиться В темноте За стилой света Можно было Возглядеть ряды Уходящих вверх Зрителей Семь Восемь Но Олег Олег уже стоял На ногах Он получил Право продолжить Бой Теперь он Боб Даск Знал Что они с Олегом Во всем равны По одному Выигранному раунду По одному И ровно Две минуты На двоих Чтобы решить Кто есть Кто Оба Они вышли В финал Оба Измотали Друг друга И теперь Стали во всем равны В скорости В силе В техническом умении Оба стали равны Перед древним И прекрасным Искусством Бокса Но потому-то Оно Искусство Приходит момент Когда знаний И умений Мало Нужна еще Душевная Убежденность В том Что ты Одал Для победы Все И нужна еще Человеческая Доброта Доброта С большой Буквой Которая Дает уверенность Которая Дает Уверенность Летчику И солдату Тореадору И во всем В своей правоте Когда Иссякают силы В битве с равным Победить Может Только Только тот Кто идет в бой Не ради денег Карьеры Или славы А ради самой Радости Боя Без которой Он Не может жить Они стояли У канатов Чуть покачиваясь И тут Олег и Боб Поняли Сейчас Проиграет Тот Кто первым Начнет Кому не хватит Сил ждать Тот Кто на миллион Ну и меньше Уверен В своем Праве На победу Боб Сделал Скользящий шаг И неуловимо Бросил Свою левую руку Удар Олега Пришелся Точно От подбородок В тот момент Когда левая Противника Даже не выпрямилась В локте Боб Упал Он не слышал Тех десяти секунд Положенных На чашу лесов Его противником Олимпийская победа Такой Такой даже В наш Коротечный Век Случается Лишь Раз В четыре Года Гимн Поднял Зал На ноги И все Стояли Смотря на Парня В центре Зала И каждый Думал Какой он Счастливый О чем Он сейчас Думает А вспоминал Он то Что вспоминают Все победители Золотые Секунды Победы То Без чего Победа Не приходит Любимые Глаза Свою Старенькую Мать И подсолнухи Детства Спасибо 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 Хочется Отметить Так же Преданность Илье Ильи Нашей Школьной Сцене Он Всегда Выступает Выступает Ярко Красиво Привлекает К себе Внимание Завораживает Своим Чтением Слушателей И сегодня Мы хотим Отметить Его За участие В нашем Конкурсе Грамотой Награждается Калашников Илья Ученик Седьмого Б-класса А так же Памятным Подарком Произведение Федора Достоевского Бедные люди Спасибо Так Ну и Теперь Артистка Больших и Малых Театров Народная Артистка Лингвистической Школы Ученица Девятого А-класса Елисеенкова Анастасия Произношу Ее имя И забываю Кто Что она Читать будет Ну я думаю Она сейчас Нам сама Расскажет Кто Что Послушаем Елисеенкова Анастасия Девятый А-класс Олдус Хаксели О дивный Новый мир Отрывок Телесный Недостаток Может Повести В человеке Своего рода Умственный Избыток Но получается Что и наоборот Бывает Умственный Избыток Может вызвать В человеке Сознательную Целенаправленную Слепоту И глухоту Мышленного Одиночества Искусственную Холодность Аскетизма Остаток Краткого Пути Они летели Молча После Удобно Расположившись На пневматических Диванах Комычу Бернарда Они продолжили Разговор Приходилось ли тебе Ощущать Очень медленно Сговорил Генгольц Будто У тебя Внутри Что-то Такое Есть И Бросится На волю Хочет Проявиться Будто Некая Особенная Сила Порпадает В тебе Попусту Вроде Как Река Стекает В холостую А могла Повертеть Турбины Он Вопросительно Сгнул На Бернарда Ты Имеешь Ввиду Те Эмоции Которые Можно было бы Прочувствовать При ином Образе Жизни Он Отрицательно Мутнул головой Не совсем Я Странным Ощущением Которое Бывает Бывает Иногда Будто Мне Дано Что-то Важное Сказать И Дана Способность Выразить Это Что-то Но Только Не Знаю Что Именно И Способность Эта Пропадает Попусту Если По-другому Писать Или О Другом Чем-то Он Надолго Умок Видишь Лей Признес Он Наконец Я Ловок Придумывать Фразы Слова Заставляющие Встрепенуться Как от Резкого Укола Такие Внешне Новые И Будоражащие Хотя Содержания У них Гипнопедические Банальные Ну Мне Этого Как-то Мало Мало Чтобы Фразы Были Хороши Надо Чтобы Целость Суть Их Значительно Была И Хороша Ну Герингольц Вещи Твои И В целом Хороши Герингольц Пожал Плечами Своего Масштаба Вот Масштаб У них Крайне Мелкий Маловажные Я Даю Вещи А чувствую Что способен Дать Гораздо Более Глубокое И Значительное Что-то И Более Волнующее Трепетное Но Что Можно ли Найти Темы Более Зволнованные А то О чем Я пишу Может ли Оно Меня Зволновать При Правильном Их Применении Слова Могут Быть Все Проникающими Как Рентгеновые Лучи Прочтешь И ты Сам Пронизан И Пронзен Этому Я и Стараюсь Среди Прочем Учить Своих Студентов Искусство Всепроникающего Слова Но Вот На кой Проницательность Статья Об очередном Фордослужении Или О новейших Усовершенствованиях Запаховой Музыки Ты Можно ли Найти Слова По-настоящему Проникающие Подобные Понимаешь ли Самым Жестким Вентгеновым Лучам Можно ли Сказать Нечто Когда Перед тобой Ничто Вот К этому В конце Концов И сводится Дело Нет Ну Я Стараюсь Селюсь Приснется Тут Бернард И Предостерегающий Поднял палец Кто-то там По-моему За дверью Пришептал Генгольц Генгольц На цыпочках Подошел К двери И Распахнул Я Рывком Разумеется Водоню По глазам Вздохнул Голос Его Самоуважение Спасибо Молодец Школы Да Господа Поставить Правильно Голос Это вам Не фонт Изюм А и не кот Наплакал И не баран Начкал Ну и не таракан Ну я уж не помню Что от такого Сделал таракан А мне лично Пришлось испытать Это удовольствие Собственными Животом Спиной И горлом Меня в это Пагубное дело Втравили Мои знакомые У которых я На некоторых Семейных вечерах Ну так там Пел кое-что Ну там Проведем Те друзья Или там Нелюдима Или Не искушай Ну и разные Такие другие Домашние штуки Вот А вот они мне и говорят У тебя голос Ах Смотри Сейчас везде Голосы открываются Был себе Обыкновенный Какой-нибудь там Адвокат Или булочник Или письмоводитель Или учить Чисто писание Тут глядь Открылся у него Голос И он уже Тысячи загоревает И слава У него Всеверная Главное В этом деле Вовремя голос Поставить Обратить говорят К профессору Леопарди Он чудесно Ставит голос Первый мастер Ну я Зайцев пошел Прихожу Встречает меня Сам профессор Все-таки Мужественный Итальянский Старик Вершков Девяти Ростом На голове Грива Золотые очки Эспаньолка Ну мы с ним поговорили О том что искусство Пети великое искусство И о том что поставить Правильно голос Это вам не таракан Ну и все так далее И что главное В этом деле Терпение И прихожу Итак Начнем Говорит профессор Ну начнем И готов Да Отвечаю Так не уверенно Совсем Котов Да Тогда проверим Сначала Диафагом Держись И понимаете Не успеваю Я моргнуть Как он мне наносит Сокрушительный удар Гулаком Под ложечку Я сгибаюсь пополам Рот открываю Вдохнуть Не могу А вся комната Плывет В какой-то зеленой муче И по ней Красные колеса Крутятся Ничего Монами Ничего Совсем Хороший Диафагом Другой Ченик Лежит По полчаса Дапу Как один Кадавы Так Открою себе Вот так Еще Немножко Еще О Эти четыре зума Долой Прочь Совсем Прочь На филан Берни Езать Язык Немножко Укарабить Вот этот маленький Зачем Тож Чик Чик Потом Знаете Потащил меня В пианино А Девоверен Теперь Голос Так Пой А-а-а-а А-а-а Не так Не так Твой поет Хакков Я Кстати Совсем Не обижался Ниже Что он Мне тыкал Я заранее Узнал Что он Всем Любимым Ученикам На ты А если На вы То и вообще Шанса Никакого Нет Пой Еще Раз Пою А-а-а Не так Не так У тебя Ни кож Ни рож Ни рож Делай Уков На диафран Пониже Как будто У тебя И доктор А-а-а-а А-а-а-а А я А я А я Что пою Знаете Вот давлюсь Кашляю Но пою Пою В конце концов Не выдерживаю Прощу Пощаду Профессор Говорит Так И теперь Остался Последний Экзамен Видишь Да что Хочешь И тут Я себе Поставил Задачу Хотя бы Одного Из этих Идиотов Проучить Да Так что Теперь Вы можете Жаловаться На меня Сударь Куда угодно Можете Звать В меня Драться Скажем На шпагах Палках Включая Сюда Бобс Дюдо И так далее Но на данный Момент Вон отсюда Понимаете Что он мне Ставал сделать Я пожал Призвели на плечами И ушел Спасибо Ну как Не бывает Учителя Да Не дай бог Получить Поддых Илюшенька Мы тебя Благодарим Конечно же За участие В нашем Трубке Чтецов И вручаем Грамоту За участие А так же Памятный подарок Произведение Константина Воробьева Убитых Подмосковью Сразил Наповал Спасибо Большое Наши дорогие Участники Конкурс Первый день Конкурса Завершен Хочу Поблагодарить Вас Всех За Необыкновенный Праздник Яркий Эмоциональный Такой Красивый Самое главное Мы Услышали Выразительное Чтение Спасибо Вам за это И Конечно Мы ждем вас В следующем году Жюри Вас в этом зале Ждите Надейтесь И верьте Победа Будет за вами Спасибо 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 Продолжение следует...